В Струковском саду завершилась реконструкция, которая длилась последние полтора года. Официальное открытие одного из старейших общественных пространств города состоится 27 мая. В этот день здесь, по традиции, пройдет фестиваль «Пресса-2018», посвященный столетию областного союза журналистов. О том, как это будет, расскажем в нашем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Будут такие конкурсы, как «Круто ты попал на ТВ», можно будет посмотреть, какой же будет журналистика через 100 лет. Также те гости, которые придут на наш фестиваль, могут попробовать космическую еду. Будет конкурс на лучший репортаж из будущего. Будет также уже по традиции полевая кухня, мороженое. Будут на фестивале и концерты. В летнем театре сначала зазвучит джазовая музыка в исполнении самарских коллективов, а затем их сменит молодежные рок-группы. В 18.00 начнется выступление муниципального духового оркестра. Он исполнит знаменитые вальсы Ильи Шатрова на сопках Манчжурии, которые 110 лет назад впервые прозвучал именно в Струковском саду. А уже через час начнется концерт на летней эстраде «Песни над Волгой». Наши лучшие-лучшие коллективы, исполнители Самарской области в единой дружной команде. Они выступят для жителей города, опять же, в летнем театре. Это и Юлия Денисова, наша замечательная эстрадная певица. Это солисты «Синия птица» Евгения Воинов. Это солисты оперного театра Наталья Бондарева, Джорги Цветков, Анатолий Невдов, Ренат Латыпов. Для молодежи на фестивале пресса выступит самарская команда КВН, в том числе коллектив «Волжани», который представляет наш город, премьер-лиги. Будут работать и другие площадки. Решили сделать такой юмористической караоке, чтобы каждый желающий мог с профессиональными вокалистами, с нашими юмористическими монстрами, исполнить какие-то песни о Самаре, песни, рожденные в Самаре. Ну и просто юмористические зарисовки на большом экране, все вместе, всем самарским молодежным братством. Начнется мероприятие в 12 часов. Ход для всех свободный.